До Нового года осталось два дня. А в Юлутровске уже работает резиденция Деда Мороза, а в Остроге проходят праздничные квесты. Город украсили инсталляциями, построили ледовый городок и поставили главную ёлку. Кстати, на окраинах тоже царит праздничная атмосфера. Малина Калимович с подробностями. Генеральная уборка перед собственным домом. Теперь даже малейший снег – помеха. Ведь такой блестящий фасад нужно держать в идеальном состоянии. Андрей Камышин три года назад придумал, как под праздник создавать семье сказку. Теперь совершенствует её с каждым разом. Первый раз окна украсили. Почему? Не знаю. Праздника захотелось. Детей порадовать. Всё, что блестит и сверкает, заказано на китайском сайте. Потом из дюралайта он мастерит конструкции. Вот так на заборе появляется собачка – символ 2018-го. Из чего делаете? Из дюралайта. Каркас из проволоки. Сколько времени занимает, чтобы сделать такую собачку? Час, точно. А эти разноцветные шары – замороженный лёд с красками. Новогоднее настроение передаётся на всю серую улицу Мичурина. Камышины – одни из немногих, кто участвует в городском конкурсе на лучшие украшения своего дома. Нравится больше всего. Там гирлянды на заборе яркие очень и шарики. Больше всего нравится ёлка, которая стоит. И там снеговик. Елуторовск в этом году сверкает не только на окраинах. В центре – ледовая сказка. Тематика – волшебник изумрудного города. Десять ледяных фигур, сказочные персонажи. На входе встречает собачка Элли – Татошка. Две больших горки и, конечно, ёлка. После садика сразу сюда маленько отметили. Сейчас домой, бабушки. Понятно, нравится городок? Очень нравится. Ребёнку, конечно, горка понравилась. И оформление. У нас в городе очень много всего, очень много развлечений. Особенно это перед Новым годом. Практически все учреждения социальной сферы на сегодня работают как раз-таки для туристов и для жителей города. Приготовили какие-то новогодние мероприятия. А в Елуторовском остроге украшено всё в сказочной тематике. Здесь в середине декабря открыто Бериндеево царство. Это новогодний квест. Ежедневно сюда приезжают более 200 человек. Герои сказок водят хороводы, загадывают загадки. Традиция существует уже несколько лет. В прошлом году посетителей было мало из-за проблем с перевозками детей. В этот декабрь туристы едут со всех ближайших областей. Репертуар новогодних праздников здесь обновляют. Хотя тема Бериндеева царства живёт давно. Нынче у нас ледяной трон, что брестел как алмазный, красивый чтобы был. Посмотришь на детей, которые здесь находятся, и улыбка у них, и веселье. Они уходить отсюда не хотят на самом деле. Под костюмом царя и не узнать заведующего острогом, говорит главный персонаж здесь, конечно, он. Царь и его трон. Но гостям дают посидеть на нём и загадать желание. Обещают, что сбудется. Марина Климой из Дмитрия Ларича в Тюменское время.